Итак, мы тут играем Лейком. Он у нас, значит, прыгать не может, естественно. Ну вообще, слушайте, а такие карты вставлять в свою игру, это довольно интересная идея. Я ведь тоже такую карту могу вставить. Это типа параллакс и немного этих. Довольно легко их делать. Легче, чем даже маппингом заниматься. Здравствуй, я рада встретить тебя. К сожалению, это так же прощай. Пожалуйста, прости меня, сынок. Мама? Это его мама? Елена, когда уже папа придет за мной? Когда ты подрастешь, еще немного леет. А сколько еще мне расти, пока я не достану до той банки с печеньями на полке? О, слушайте, банка с печеньями. У меня такой нету. Никогда не было. Хотя сладости я любил тягать. Находил даже на верхних полках. Это тут триггеры стоят, и мы когда проходим немного, мы вспоминаем. Лейк, ты опять полез в драку? Они сами виноваты. Они сказали, что у меня тоже нет папы и мамы, как и у них. И что я тоже никогда не буду счастлив. Ну да, они, конечно, еще те говнюки. Но сейчас я им задам. Ну, хотя, может быть, ты сам хвастался, что, типа, у меня, возможно, папа есть. Стой, Елена, куда ты? Зачем тебе эта метла? Его бить сейчас будет. Да, бить детей нехорошо. В любом случае. А здесь пропагандируется насилие над детьми в этой игре. Так что надо и 18 плюс лепить. Хватит относиться ко мне, как к ребенку. Я и сам уже все знаю. Моя мать умерла сразу после того, как я родился. А отцу уже давным-давно плевать на меня. Лейк, не говори так. Взрослые умеют легко из всего выпутываться. Что может быть проще, чем оправдывать себя этой чепухой? Про подрастешь поймешь. Он красавец, слушайте. Лейк красавец. Нет, все-таки в этой игре есть интересные мысли. Пусть это и не основной сюжет пока что. Пока что. Может быть, он еще блеснет. Но вот такие вот нюансы очень мне нравятся. Если бы он хотел вернуться за мной, то уже давно бы это сделал. И да, это не такое прохождение, где чистая игра. Вы понимаете, что пройти игру вы можете и сами. А здесь вы можете на скорость 2х поставить. То есть пройти ее быстрее, во-первых. Во-вторых, послушать мнение мое. Все-таки это я снимаю. Голос, если он кому-то вообще нравится. И подобные вещи. Видимо, мне пора уходить. Последнее время мы с ней совсем не ладим. Вот я удивляюсь. Некоторые люди, бывает, пытаются говорить разными голосами. Озвучивать разных персонажей. Но я считаю, что это плохо. Потому что у них зачастую это плохо получается. Но все равно у них куча лайков. Потому что они просто популярнее меня. А я вначале пытался, а потом запил. Неудивительно, ведь она терпела меня все эти годы. Но вчерашняя ссора стала последней каплей. В итоге я получил пощечину, а затем эти слова... Я не твоя мать. Что ж, все-таки это правда. У сирот вроде меня нет права на нормальную жизнь. Чистильщик дьяволов? Но зачем ты выбрал такую опасную работу? Забавно, что здесь не в виде диалога нам все показывается. Это просто нам показывается с плэш-скрины, да? Серьезно, именно сейчас, когда я наконец пытаюсь быть независимым, ты начинаешь удерживать меня и говорить, что я делаю неправильный выбор? Причина... Да нет никакой причины. Умри, грязный дьявол. Да, умри ради меня, умри, чтобы я мог хоть немного забыть свою боль. Ну же, нападай и только попробуй сбежать. Вот садюга. Дьяволы, это ж местные животные, их нужно охранять. А вдруг ты всех их истребишь, и типа... Экосистема нарушится. Без дьявол баланс нарушится, все дела. Лейк, ты такой добрый, что... Кто добрый? Мне все равно, что ты там думаешь, но... Ты идешь с нами, это понятно? Я не ошиблась. У тебя действительно доброе сердце. А, это уже это, вена. Сердце, Лейк. Твое лицо говорит обо всем. Ты хотел извиниться за вчерашнее, так? Уберу руки от моего Лейка. Как будто Лейк это ее член. Возможно, оно так и есть. Только не в прямом смысле. Леди в черном, это твои воспоминания. Ну, Леди в черном, говорит. А точнее... Девочка в черном. Твои самые важные воспоминания, которые образуют барьер, не дающий потоку навредить тебе. Они есть то, что ведет тебя и не дает кануть в небытие. Незаконченные дела призрака, да? Вы те самые посланники Лаи. Но погодите, где я? На том свете, сынок. Последнее, что я помню, как этот ублюдок Энде сбрасывает меня в поток душ. Ну, вывод очевиден. Ты в потоке. Я падал вниз, казалось, целой вечности. Затем каким-то образом оказался здесь. Я мертв? Нет, ты не мертв. Какое разочарование. Ну и не жив. Тоже разочарование. Здесь не существует ни жизни, ни смерти. Это место ты сам, твоя жизненная суть. Здесь ты это все, а все это ты. Вау. Как это глубоко. Другими словами, ты сам создал его. Это место нечто большее, чем сосуд твоего тела и форма твоей души. Все, что составляет тебя, в кавычках, все, что находится здесь и сейчас. Все это находится. Лишь здесь ты можешь рассмотреть себя и свою жизнь абсолютно незамутненным взглядом. Свою жизнь и свои воспоминания. Фактически это место, где ты отвечаешь лишь перед самим собой. Тогда эти воспоминания, твои реколекции, память об этих событиях удерживает твою личность от распада. Скажем так, ты ищешь то, чем являешься, в том, что ты помнишь. А зачем? Ум. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, но... Наверное, это будет что-то вроде разговора перед зеркалом. Но что же в конце концов случится с настоящим мной? Я стану жить или умру? Сон ли это или реальность? Люди в... Леди в черном. Блин, люди в черном читают. Ну, они ж люди в черном. Там, леди и девочка. То есть, мы встретили людей в черном. Не столь важны ответы, сколь важны твои чувства. Прямо сейчас твое существование не может определиться. Говоря точнее, ты сам должен определить свою дальнейшую судьбу. Если ты захочешь умереть, ты умрешь в реальном мире. И наоборот. Говорите, все зависит от меня? Лейк, ты очень на нас нестабилен. Тьма в твоей душе влечет тебя к убийствам и насилию. Однако в ней есть и свет, благодаря которому у тебя зародились чувства Квена. Отвернешь ли ты этот свет и вернешься во тьму или же вырвешься из тьмы и примешь этот свет? Лишь тебе сейчас решать, на какую сторону границы между жизнью и смертью ты вступишь. Здесь никто и ничто не помешает тебе сделать этот выбор, так как это единственное место, где ты полностью свободен. Этот выбор не выбор между светом и тьмой. Это выбор между тем, двигаться ли тебе дальше или же закончить все здесь. Ну, я не думаю, что можно здесь закончить. Каково твое решение? Да уж, любите вы поговорить. Могли бы просто сразу прийти к делу. Мои чувства Квены, я бы хотел и дальше испытывать их. Ну, вот видите, оговорили, что у них ничего не будет. Но чувства-то есть. А что еще должно быть? Кроме чувств. Я сам не слишком хорошо себя понимаю. Эти чувства не любовь, что сжигает мое сердце до твала, а скорее тепло, что согревает его. И сонно заполняет ноющую пустоту моей души. Ну, не знаю. Я сам не знаю, что это, но никогда в жизни я не испытывал ничего столь же приятного. Не знаю. Это тепло. Я хочу чувствовать его, ведь когда я думаю о нем, моя душа солна радуется. Черт, меня немного занесло. Все хорошо. Здесь никто не увидит, кроме всего ютуба. Это и значит разговаривать с самим собой, заглянуть в самые потаенные глубины своей души. И это доказательство того, что ты изменился. Сейчас единственное, что действительно важно для тебя, это твое чувство Квена. Она твоя самая сокровенная. Она источник твоей силы и то, что ведет тебя на твоем полном сомнении пути. Он баба-раб. Ты пересек границу. Продолжай же двигаться вперед. Не ненавидь и не отвергай свою судьбу, преодолей ее. Однажды твой дух победится к сковывающее тебя проклятие и вернет нам голубые небеса. Ты будешь парить в далеком небе, одаряя своим сиянием жизни всех и каждого. Он что, ангелом станет? Твои крылья прекрасны, мы можем лишь мечтать о таких. Придет день, и ты увидишь сам, насколько они красивы. Мы уверены, что ты и твои друзья, все вы непременно пройдете свой путь до конца. Ужайся и продолжай жить. Могу я спросить лишь об одном? Вены в безопасности? Не волнуйся, мы обо всем позаботились. Ничего подобного. А, они типа повлияли на силу. Да. Подавили Энде. Вены ее товарищам удалось сбежать от Энде. Вот как. Тогда верните меня назад. Все-таки время, проведенное с ней, было неплохим. Так ты ж уже вроде давно это решил. Что я вообще говорю? Поверить не могу, что принял такое решение. В смысле? То есть, жить или умереть, ты хотел умереть, а тут так якобы что-то изменить. Я всегда до глубины души ненавидел свою жизнь, и пусть даже не стремясь покончить с ней сам, был бы лишь рад, если бы кто-либо или что-либо сделал бы это за меня. Но я с ним согласен. Аналогичная ситуация. Вот у меня опять кусок зуба отвалился. И будет болеть потом. Дырка новая будет и так далее. А зубная боль, это знаете ли, неприятная штука. А лечить зубы дорого. И все-таки я предпочел ее смерти... Ее смерти предпочел по собственной воле и желанию. Че? Странное предложение. Это был первый раз, когда я по-настоящему прислушался к ним. Кто бы мог подумать, что один человек может так на меня повлиять. Наверное, я сейчас должен чувствовать стыд. Но вместо этого мне приятно. В какой-то момент у меня возник проблеск понимания касательно нее. Словно, моя душа ощутила в ней что-то знакомое. И если мы еще когда-нибудь встретимся, я обязательно спрошу об этом. Возможно, все дело в том, как она улыбается, склонив голову. Как бы то ни было, но... Да, все дело в том, что она улыбается по-особому. Вены, неужели ты беременна? От другого. И все, можно окончать жизнь самоубийством. От Энда беременна. Вот то будет прикол. Или там от Георга этого. Тогда у него пукан разоврет. Как у меня когда-то разорвало. Когда со мной кое-что. В смысле не... Я забеременен. Ладно, не буду об этом говорить. Больно в сердце. Глава отдела безопасности. Что случилось? Будите меня... Будите меня в середине ночи. А это что за космический корабль? Сотрудник. Прошу, взгляните на эти показатели, сэр. Тут, короче, техно... Магический мир. Забавненько. Это вот, кстати, способ объединить технологии маги в одном мире. Глава отдела безопасности. Что это? Персона? Точно так, сэр. Объект был проанализирован трижды. Результаты не изменились. Да, это же абсурд. Но может это не ошибка? Может это действительно персона? Идиот. Откуда там вообще взяться в персоне? Не имею понятия, сэр. Но ведь все указывает именно на это. С аппаратурой все в порядке. Все, кроме камер. Значит, нам не увидеть, что происходит снаружи. Насчет этого мы послали команду наблюдения на внутреннее кольцо сразу после появления аномалии. Они уже должны быть на месте. Сообщение с внутреннего кольца. Неиндентифицированное светящееся тело наблюдается прямо в центре кольца. Глава телобезопасности что-то там творит. Неужели это основное тело? Все. Так. Основное тело. То самое основное тело. Да, сомнений быть не может. Лишь одна сущность в этом мире может обладать настолько сильным люминесцентным потенциалом. Произведите экстренные звонки по всем линиям немедленно. Свяжитесь со всем руководством, включая королеву Тейзи и председателя Оуэна. А также известите секцию СБ. Секцию СБ, сэр, вы уверены? Я понимаю. Пусть от них уже долгое время не было ни слуху, ни духу. Это не отменяет того факта, что данная ситуация целиком попадает под их юрисдикцию. Сделайте один звонок. Если никто не ответит, забудьте о них. И чтобы уж наверняка свяжитесь также с группой Ансбах. Со всеми сотрудниками. Известите Зигберта. Этого будет достаточно. Если не поставим его в известность, это может создать нам проблемы в будущем. Принято, сэр. Активируйте отслеживающую систему и начинайте присматривать за нашим светлячком. Есть, сэр. Активируйте отслеживающую систему. Начинаю отслеживание цели. Это внутреннее кольцо. Цель медленно набирает высоту. Что с отслеживающей системой? Все в норме, сэр. Глава отдела безопасности. Хорошо, продолжайте. Плохие новости. Свечение цели прекратилось, мы больше ее не видим. Что с инфракрасным видением? Не работает. Похоже, цель окружена неким барьером, полностью скрывающим его от нашего взора. Проклятие. Что на этот раз? Система отслеживания посылает аномальные сигналы. Что-то глушит ее. Антиглушилку на максимум живо. А что есть антиглушилка? Глушилка это что-то. А антиглушилка это... Нельзя подавить глушилку. В том-то и проблема. Если бы это было, можно. Можно экран поставить, но... Это не работает со всякими радарами. Живо уже, сэр. Так, что-то. Проклятие, вся система. Система отслеживания полностью отключилась. Да что это? Итак, результаты наблюдения. Цель пропала из зоны видимости. Объявляю инцидент завершенным. Сэр, что насчет извещения руководства? Приказы не изменились. Делайте, как я сказал. Поднимите всех сотрудников на ноги, включая спящих. Утром будет созвано экстренное совещание. И я уверен, что там будут присутствовать все ответственные руководители. Поэтому мы должны начать приготовление уже сейчас. Сейчас? Да, сейчас. Куда вы, сэр? Пойду сварю себе кофе. Мне доставили новые зерна прошлой ночью. Это лучший кофе, что я когда-либо заказывал. Выспаться из-за этого бардака совсем не удалось. Поэтому, чтобы не сойти с ума, мне просто необходим горячий ароматный кофе. Да и Зигберт не откажется, я уверен. Вздыхает. Господи, сколько же еще мне придется терпеть все это? Вся эта затея с Серафимом, в кавычках, это ведь сплошной абсурд. Кого еще мне винить за столь ранее пробуждение, как на тебя? Наш самый заслуженный сотрудник, гордость КБКГ. КГБ какого-то. И всего правительства, профессор Хональд Хьюстон. О-о-о, знакомая музыка. И красивая. Это и вправду основное тело. Да, похоже на то. Я слышал, весь отдел безопасности сейчас на ушах стоит. Но почему именно здесь, Фрид? Чтоб я знал, не могу сказать точно, что это ненормально. Неужели судьба все же сдвинулась с места? Вены. Прикольная музыка. Есть тут пара треков. Значит, это основное тело. И кто бы мог подумать, что сей сувенирчик из прошлого появится именно здесь. Интересно, очень интересно. Что за основное тело? Похоже, ты все же сделала это. Зашла с подготовленной нами для тебя стези и отпустила судьбу, буду ждать неизвестности. Я прав. Факт того, что основное тело сейчас здесь лишнее тому подтверждение. Что ж, пусть наши дороги разошлись. Я знаю, однажды ты неминуемо вернешься ко мне. О, так это ее какой-то вот этот. Ну, если не тот чувак, короче, миллионер, там, правитель мира, ее парень, то вот это точно. Раз он говорит, ты вернешься ко мне. Потому что ты так, кто ты есть. Произведение искусства. А также часть игры в кавычках. Почему в кавычках? Она и правда часть игры. И ты часть игры. Все части игры. Под названием Серафик Бу. Этим двум в кавычках спящим вместе наверняка сейчас очень одиноко. Кто там спит? Почему бы тебе не порадовать нас всех случайным визитом? Я буду ждать нашей встречи в ближайшем будущем. Вены Ансбах и таинственное основное тело Серафима спасения. Это что, Евангелион какой-то тут? Тоже какое-то основное тело. Хм, всего намешали. Дерево, Евангелион. Выглядишь напуганной. Это из-за лейка? Или из-за того, что вены больше не отвечают тебе? Эр, или же ты наконец осознала всю напрасность своих усилий? Что за глупые вопросы? Я уверена, что сделала все правильно. Отревожусь лишь потому, что не слышу вены. Что касается лейка, он похоже был спасен пророками. И не просто спасен, перемещен туда в кавычках. Так что я более чем уверена, что он в безопасности. Значит, делай прям вены. Ну что ж, это оправдано. Встреча с Евангелион в один момент вернула ей все воспоминания. Эр и ее разуму требуется время для адаптации, так что какое-то время она будет с пячки. В кавычках. Она не будет реагировать ни на кого, включая тебя. Ну же, удели мне свое внимание. Ты ведь знаешь, кроме тебя мне даже поговорить не с кем. Кому вообще помогут твои переживания? Я не собираюсь болтать с тобой. Значит, продолжишь тратить время на ту, которой нет до тебя никакого дела? Верно. А также молиться, чтобы все это пошло ей на пользу. Хм. Собираешься и дальше продолжать свои бесплодные потуги, надеясь на лучшее. Что за дура? Хм. Хм-хм-хм. Хм-хм-хм. Перевернутый лейк. Прикольно. И что, я могу встать или что? Кстати, а как они это сделали? Насколько я знаю, это довольно трудно в мейкере делается. Похоже, опять обманул смерть. Точнее, я опять обманул смерть. Глава 2. Холодные капли дождя. Причины и следствия любовь или ничто? Любовь и есть ничто. Ответ. Новая странствия. Выбранная дорога в будущее. Эпизод 13. Эй, юноша, ты жив? Между прочим, спать в таком месте вредно для здоровья. Тут вообще такая система типа разделения. То есть, тут есть вот эти вот эпизоды, есть части. Как по мне, ну, собственно, она устаревшая. Я не знаю, даже я не припомню игр, которые такой системой обладали. Это скорее книги делят на головы там и части. Тома, например. Ты вроде не выглядишь бледным. И не похож на того, кто может просто так упасть в обморок на ровном месте. Тогда почему валяешься здесь? Ну, эээ. Я прошел долгий путь и чертовски сильно устал. Подумай только, это в шаге от деревни. Ты что, совсем не отдыхал в дороге? Типа того. Что-то не так? О, прошу прощения. Твое лицо напомнило мне одного моего старого знакомого. Всего лишь глупое совпадение, не бери в голову. Ну ладно, мне уже пора идти. В этой деревне есть неплохая гостиница. Тебе бы следовало отдохнуть там как следует. Ага. Дедуля, погоди. А, где я? Какой ты, однако, странный путник. Столько шел сюда и в итоге даже не знаешь, куда пришел. Эм, ну... Вообще-то я шел совсем в другое место. Но на половине пути потерял карту и заблудился. И каким-то образом вышел к этой деревне. О, похоже, трудно тебе пришлось. Однако тот факт, что ты смог выйти к людскому поселению, говорит о том, что ты чертовски удачливый юноша. Наверное. Ну так, ты скажешь, где я сейчас? Ты находишься на восточной окраине северного континента. Ммм, северного. А название этой мирной деревушки Эквалют. Северный континент. Эй, дедуля, это что, какая-то старомодная шутка? Я вообще-то надеялся на серьезный ответ. Его что, в прошлое отправили, этого лейка? Типа, он же вроде утонул. Ммм, его переродили, наверное. А как тогда они с Веной встретятся, типа, в прошлом, да? Вот это жесть. Тогда все-таки в будущем Вене плохо будет. Или в нашем мире появились новые континенты, помимо западного и восточного. Или то не северный континент, то был какой-то другой. Ой, решил подурачиться над стариком, выставил шутникового его самого. Это же предельно ясно, что у нас есть только северный и южный континенты. Совершенно другой мир, да? Ты серьезно? Не имеет значения, серьезен я или нет. Это истина. К счастью, у меня с собой есть карта мира. Ну как, коль уж ты такой шутник, то, может, хочешь сам убедиться? Вот. Похож он на те континенты или нет? Ну тут еще какие-то вот острова есть, смотрите. Или может это в будущем еще дальше? Что за удивление? Ты что, раньше карт не видел? Нет. И может быть. В другом мире. Точно, я понял. Наверное, я еще сплю. Похоже, моя страсть к путешествиям привела к тому, что они теперь мне даже во сне снятся. Причем не просто путешествия, а путешествия по другим мирам, совершенно другими континентами. Ого, да ты похожий прям увлеченный странник. Странник между мирами. Прикольненько. Скорее всего, просто слишком устал. Лучше последую твоему совету и отосплюсь в гостинице. А вдруг его деньги здесь не работают? Тогда до свидания, юноша. Пока, дедуль, спасибо. Теперь он будет искать вены еще. Да? Ну ничего, подкачаемся за это время. Черт бы побрал этих двоих. Сперва они велят мне продолжать жить, а потом посылают в какой-то параллельный мир. Они точно хотели мне добра. А они не должны были хотеть тебе добра, они в черном. Так ладно, откуда же мне начать? Думаю, стоит пока просто осмотреться в деревне. Однако, что это вообще за чертовщина? Почему у меня постоянно должно будить всякое старичье? И к валюту, отталенная деревня. Но мы, по идее, должны будем еще туда вернуться, в тот мир. Ммм, интересненько будет. А то я думаю, мы тот мир уже практически исследовали в прошлый раз. Молодежь совсем не желает оставаться в деревнях. Им только, дай волю, сразу затыкают отсюда в этот напыщенный Энви. А там уж они становятся легкой добычей, и криминальный мир жирает их всех, не отпуская назад никого. Первоначально Энви имел хорошую репутацию, как единственный город в мире, специализирующийся на развлечениях. Теперь же он, словно хищный цветок, привлекает приезжих своим сладким запахом, чтобы ввергнуть их во тьму. Так, так. Тут есть еще один сейф. Зачем так часто? Ведь там были везде эти катсцены. Ну, типа, чтобы не повторять их. Но здесь же безопасно. Между этими двумя точками не было никакой опасности, никакого выбора вообще. Может, деревушка и мала, но это идеальное место, чтобы очистить свое сердце от всех пороков. Что было бы особенно полезно тем, кто часто посещает Энви и с головой погружается в его порочный мир. Капец, здесь дороги такие прямые. Это жесть. А может, мне тоже в своей игре такие дороги сделать? Ну, то есть, абсолютно прямые. И вообще, геймдизайн, ну, в смысле, дизайн карт здесь отвратительные, откровенно говоря. Только сюжетом тащит. Слыхали, что случилось в этой деревне некоторое время назад? Банда гангстеров из Энви вторглась сюда и начала убивать деревенских направо и налево. К счастью, здесь отдыхала группа искателей приключений, которые победили гангстеров и спасли деревню. Однако, с той поры отношения жителей деревни с городскими стали куда более напряженными. Похоже, даже власти Энви задачены решением этой проблемы, так как я слышал, что они собираются разместить здесь стражу и патрули. 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 Я тебя, кажется, раньше не видел, путешественник. Ну, типа того. Неужели пришел сюда сам? Это ведь, в конце концов, довольно отдаленная деревня. Смотреть здесь, в общем-то, особо не на что, кроме маленького водопада неподалеку. Или ты здесь не ради туризма? Может, тебя заинтересует, если я скажу, что видел двух странных личностей, что были на поставилом дворе совсем недавно? Странных личностей? Ну, они вроде как тоже путешественники типа тебя, но, хм, довольно странноватые. Один огромный, мускулистый мужик, а второй молодая элегантная леди. Подозрительно. Сначала я думал, что этот здоровяк похитил девушку, но на деле все оказалось совсем не так. Похоже, как раз-таки наоборот. Этот шкаф находится у нее на побегушках. Вот как действительно странно. Не знаешь, куда они пошли? Кажется, сказали, что направляются к тому водопаду. Что, собираешься пойти за ними? Возможно. Постоянно нам навязываются, странны они или нет. Пока я путешествую с ними, у меня есть шанс узнать этот незнакомый мир получше. Так, какого фига, случайный прохожий взяли, послушали его там, задание себе взяли сразу же. Если они, конечно, еще не ушли отсюда. Ну, раз об этом идет речь, скорее всего, не ушли. Это ж игра. Тут нету ничего случайного. Нету никаких ложных намеков. А если бы были, то меня бы это бесило. Добро пожаловать. Ночлег обойдется вам. Ну, тут диары, типа, используются. Серьезно. Как и в том мире. То есть, диары с нашего мира работают здесь, да? 30-го уровня он, кстати. Я не помню, я его до этого уровня качал. Или нет. Давайте-ка на новую сохранимся. Блин, скучаю по вене. Где наша няша? Кто же будет заклинание кастовать, а? Надо было раздеть ее перед тем, как... Хотя, там же ж была последняя битва. Вот, блин, прикол какой сделан. Чтобы не раздели вены, нужно было устроить битву. Для которой нужны одетые вещи. Значит, есть ли тут что-то новое? Более качественное. Серебряный меч. Да. Великий серебряный меч 3-го уровня, доступный в магазине. Тяжелое оружие, сложное в использовании, носящее огромный урон. Стоп. А он... А он новый или старый? Вроде бы, а так у... Серебряный меч 3-го уровня теперь доступен в магазинах. Серебряный нож 3-го уровня. Кстати, заметили, железное предстают продавать после того, как серебряное появляется. С одной стороны, это, конечно, не нужно, но с другой стороны, не круто. Легкое и простое в использовании оружие, не влияющее на задержку хода обладателя. Серебряный жезл. Оружие магов. Повышающий ментальность. Супер большой или такой серебряный меч купить? Вопрос. Но нам нужно очень мощно пить. Давайте возьмем большой. Серебряный пистолет, лук, серебряные кастеты, забавно. Не влияет на задержку хода, а также повышает точность и шанс нанесения критического удара. А, ну это, кстати, он не может брать. Так, стоп. А... А-а-а! Я не могу надеть этот меч, да? Вот здесь, видите, он подсвечивает. А там не подсвечивает. Так что... Отстой. Но я уже купил. Серебряная одежда. Доспех. Кольчуга. И роба. Ну, нам доспех. Потому что кольчуга слишком тяжелая. Роба нам недоступна. Одежда слишком легкая. Видите, серебряная одежда, она стоит дешевле. Не знаю, зачем она сделана. Кто ее будет покупать. То есть, доспех и кольчуга одинаково стоят, заметили. Именно из-за бонусов. Атакующая магия третьего уровня. Целительная магия третьего уровня. Обязательно. Атакующую магию третьего уровня тоже купим. Но чисто по приколу. Без нее вообще никуда. Это такая штука, которую... Нужно обязательно покупать. Серебряный щит, шлем, шапка, наколенники. Иллюзия, обманка. Сфера, проецирующая... Послесвечение носителя, чтобы запутать врагов, повышает уклонение. Уклонение, это интересно. А на сколько? Если там на 5%, то может быть невыгодно. Серебряная. Опа, ну все, вроде бы. Надо сразу же тут экипировку надеть. О, у него еще бронзовые вещи. Древесная ткань. Древесная ткань. Да, так себе. Остопа, чистое сияние и серебряный меч. Так, ход. 480 атака меньше. Атака больше. Но многие другие параметры уменьшаются. Ну не знаю, можно пока что с сиянием побегать. Или все-таки атака важнее всего? Точность уменьшится. Ход уменьшится. Увеличится, точнее. Ну ладно, давайте наденем. Получается, зря я эту именную шмотку получил. Тут есть какие-то секретки, я не знаю. Слыхали, что случилось в этой деревне некоторое время назад? Банда гангстеров из Зенви вторгла сюда и начала убивать эрвенских направо и налево. К счастью, здесь отдыхала группа искателей приключений, которые побили гангстеров и спасли деревню. На кастой поры отношения жителей деревни с городскими стали куда более напряженными. Похоже, даже власти Энви озадачены решением этой проблемы. Так как я слышала, что они собираются разместить здесь стражу и патрули. Продолжение следует... Так, ну что ж, сохраняемся и, наверное, закончим на этом серию. Потому что тут больше ничего нет и, кстати, даже секреток нет. На этом я с вами прощаюсь, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok